Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и в этом ролике мы проведем сравнение двух приборов ночного видения, а именно бинокля от немецкого бренда Bresser, модель Digispy Pro Full HD и бинокля от американо-российского бренда Levenhuk, а именно модель Halo 13X Wi-Fi. Поехали! Ну а прежде чем мы начнем, хотелось бы напомнить, что на нашем канале вы найдете огромное количество видеороликов на тематику оптической техники. Это как отдельные обзоры конкретных моделей микроскопов, телескопов, монокуляров, зрительных труб и биноклей, так и общие информационные ролики на данную тему. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых выходящих на нем материалов. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer-msk.ru. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну и опять же, в описании под видео вы найдете ссылку на наш инстаграм-аккаунт. Переходите и подписывайтесь, там огромное количество полезных статей и интересных фотографий. Ну а мы, пожалуй, начнем. Приборы ночного видения это достаточно специфическая категория оптических инструментов. Ориентированы они в первую очередь на наблюдение в ночное время, в условиях отсутствия внешнего освещения и прекрасно подойдут для охотников, рыбаков, ну и путешественников, для которых важна работа именно в темное время суток. Модель из нашего сегодняшнего обзора относится к среднему ценовому сегменту и будет очень интересно их сравнить, так как по показателям они, в принципе, находятся близко друг к другу. Кто же окажется лучше, бинокль Bresser или бинокль Levenhuk? Давайте же узнаем. Первым подробно рассмотрим бинокль ночного видения Levenhuk HALO 13X Wi-Fi. Модель оснащена пластиковым пыли и брызгозащищенным корпусом с классом герметичности IP54 с резиновыми вставками по бокам для удобного хвата. Цифровой оптический преобразователь, используемый в приборе, позволяет безопасно для сохранности работоспособности инструмента вести наблюдение не только в ночное время, но и днем. Максимальный размер захватываемых изображений и видеороликов составляет всего 1280 на 960 пикселей, что, безусловно, на сегодня является крайне низким показателем и отсылает к возможностям техники 20-15 летней давности. В комплектацию бинокля входит плотный чехол из синтетического материала, наплечный ремешок, провод USB-MicroUSB для подключения к компьютеру или питания от PowerBank, карта памяти стандарта MicroSD объемом 32 ГБ и салфетка из микрофибры для протирки объектива. Объектив изготовлен из оптического стекла с просветляющим покрытием на основе диоксида кремния и имеет апертуру 33,5 мм. Обрамляющие его обрезиненные бленда служат одновременно и ручкой регулировки резкости. Оптическое увеличение, обеспечиваемое главной линзой, согласно паспортным данным, составляет 13 крат с возможностью цифрового зуммирования в 4 раза. Поле зрения прибора равняется 10 градусам, а минимальная дистанция фокусировки 3 метрам. Рядом с объективом располагается инфракрасный осветитель, необходимый для работы в темноте. Он испускает невидимые для зрения излучения с длиной волны 850 нанометров, которая, однако, способна зафиксировать встроенная камера. Осветитель имеет 7 регулируемых степеней мощности и именно благодаря ему, по данным производителя, с инструментом даже в условиях полного отсутствия внешнего освещения, обнаружить условную цель размером с кабана можно на расстоянии до 250-300 метров. Несмотря на то, что прибор позиционируется как бинокль, в нем используется лишь одна главная линза, однако за счет широкого экрана он ориентирован на наблюдение двумя глазами. Впрочем, все это касается и второй модели из нашего обзора. Цветной дисплей, утопленный вглубь корпуса бинокля, имеет разрешение 960 на 720 пикселей и диагональ 2,31 дюйма. Он оснащен мягким резиновым наглазником для удобства использования, так как прибор при работе необходимо вплотную подносить к лицу. В нижней части инструмента расположены два отсека для установки батареек. Помимо ранее упомянутого питания по USB, предусмотрена также работа от шести элементов питания формата 2А. На одном комплекте модель может работать от 4 до 10 часов. Длительность зависит от интенсивности работы ИК-излучателя. Здесь же расположена резьба формата 1,4 дюйма для установки на стандартный фотоштатив. Опция будет особенно полезна при ведении длительных стационарных наблюдений. По бокам от экрана размещены металлические кольца для установки ремешка, а под резиновой вставкой в левой части корпуса скрыты разъемы для присоединения USB кабеля и установки флеш-карты. Управляется бинокль Левенгук Хала шестью кнопками, расположенными сверху инструмента, что обеспечивает легкий доступ к ним пальцами левой и правой руки. По нашим замерам вес модели составляет 605 грамм. Производитель массу инструмента не указывает. Пожалуй, главным достоинством бинокля Левенгук Хала 13X Wi-Fi по сравнению с конкурентом является наличие модуля Wi-Fi и возможность дистанционной работы со смартфоном или планшетом. Функция осуществляется через приложение NV+, доступное в Google Play Market и App Store. Подключив устройство к биноклю по Wi-Fi, вы получаете доступ практически ко всем настройкам и возможностям, касающихся цифровой части модели. В частности, устройство в режиме онлайн показывает изображение, которое получает прибор ночного видения, можно осуществлять захват видео и фотоматериалов, а также регулировать яркость инфракрасного осветителя, просмотр галереи роликов и изображений, а также их удаление или копирование в память телефона, полный функционал меню бинокля. На мой взгляд, для максимизации полезности работы по Wi-Fi не хватает еще двух функций удаленной настройки фокуса и включения и выключения прибора, так как в реализованном варианте управления, в случае, например, наблюдения движущихся целей, вам все равно придется перестраивать резкость вручную на самом бинокле, а также постоянно держать его включенным для работы со смартфоном, что может сильно расходовать заряд инструмента. Прибор ночного видения Bresser DigiSpy Pro Full HD 3.6X, так же, как и предыдущая модель, имеет пластиковый корпус, цифровой оптический преобразователь, позволяющий вести наблюдения как в темное, так и в светлое время суток, но не снабжен модулем Wi-Fi. В то же время, используемая здесь CMOS камера имеет более высокое разрешение и позволяет вести запись фото и видео в формате Full HD, то есть размером 1920 на 1080 пикселей, что является вполне пригодным к использованию в современных реалиях стандартов. В комплектацию модели входит ремешок для бинокля с креплением в виде карабинов, эластичный держатель для Powerbank, прибор может работать как от внешнего источника питания, так и от батареек, провод USB-мини-USB для подключения к компьютеру или упомянутому Powerbank, видеокабель для подключения к внешнему экрану, салфетка из микрофибры для протирки объектива и стильный жесткий кофр на змейке для удобной переноски и хранения. Бинокль оснащен объективом из оптического стекла с многослойным просветляющим покрытием со значением апертуры 30 мм, скрытым за крышкой с инфракрасным фильтром. Производители рекомендуют держать ее закрытой при проведении дневных наблюдений. Объектив обеспечивает оптическое увеличение в 3,6 крата с возможностью цифрового зуммирования в 3 раза до 10,8 крат. Угловое поле зрения прибор составляет 9,2 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 0,8 метра. Инфракрасный осветитель работает на длине волны 940 нанометров. Как отмечает сам производитель в описании прибора на немецком сайте, в отличие от прочих моделей с длиной волны меньше 840 нанометров, выбранный в данном инструменте спектр точно не будет виден даже для большинства животных, имеющих в этом плане более чувствительное по сравнению с человеком восприятие. Осветитель имеет 5 положений мощности и механическую регулировку ширины светового пучка, за счет чего при необходимости пользователь может сфокусировать инфракрасный поток на точечной цели, тем самым значительно повысив его интенсивность или наоборот рассеять при наблюдении протяженных панорам. К слову, такой функции у бинокля Levenhuk нет. По данным производителя, дальность фиксации условной цели типа кабан в полной темноте составляет до 250 метров. Модель оснащена широким цветным дисплеем с разрешением 640 на 360 пикселей, утопленным вглубь корпуса. Торец со стороны экрана, как и у конкурента, обрамлен мягким резиновым наглазником для дополнительного удобства использования. В нижней части прибора находятся отсеки для батареек. По 4 элемента питания формата 2А с каждой стороны на одном комплекте инструмент может проработать от 3,5 до 5 часов в зависимости от интенсивности ЭК-подсветки. Здесь же расположено колесо регулировки резкости, рычажок фокусировки потока от излучателя и резьба формата 1,4 дюйма для установки инструмента на стандартный фотоштатив с целью комфортного введения длительных стационарных наблюдений. По бокам от наглазника расположены металлические кольца для крепления комплектного ремешка. В правой части корпуса под резиновой крышкой скрыты разъемы для присоединения USB и видеокабеля, а также установки карты памяти формата microSD. Все кнопки управления цифровой частью модели расположены сверху корпуса, среди них захват изображения или видео, а также подтверждение выбора субменю или конкретной настройки, цифровой зум и перемещение по меню назад, переключение режимов инфракрасного осветителя и перемещение по меню вперед. Масса модели по нашим замерам составляет 708 грамм, что очень близко к заявленному производителям значению 703 грамма. В руках бинокль лежит достаточно комфортно, мягкое покрытие и ребристые вставки по бокам корпуса придают надежности хвату, все основные кнопки и механизмы легко доступны к манипуляциям без отрыва от наблюдений. Что ж, проведем промежуточные итоги сравнения. Прибор ночного видения Levenhuk HALO 13X Wi-Fi выигрывает по следующим показателям. Диаметр объектива 33,5 мм против 30 мм у модели Bresser. Более широкий угол обзора 10 градусов по сравнению с 9,2 градуса у конкурента. Большее паспортное оптическое увеличение 13 крат против 3,6 у второго прибора. Время работы на одном комплекте батареек до 10 часов, что в два раза больше аналогичного показателя у немецкого инструмента. Наличие Wi-Fi модуля, чуть меньший вес, в полтора раза меньшая стоимость. В то же время Bresser обходит соперника по таким параметрам как запись фото и видео материала в формате Full HD против совершенно неактуального в 2021 году разрешения в 1,2 мегапикселя. ИК-осветитель с возможностью фокусировки излучения, меньшая минимальная дистанция фокусировки всего 80 см по сравнению с показателем 3 метра у модели от Levenhuk, возможность подключения к внешнему экрану по видеовыходу. При этом оба прибора могут работать как в дневное, так и в ночное время, имеют примерно одинаковую дальность распознавания целей и имеют возможность питания от внешних источников по кабелю USB. Что ж, перейдем к практическому тестированию биноклей, чтобы сделать окончательные выводы. Начнем с теста в светлое время суток. Сразу хотелось бы обратить внимание на два момента. Во-первых, о себе, конечно же, дает знать слабая матрица бинокля Levenhuk HALA. Получаемое им изображение кратно уступает в качестве той картинки, которую выдает модель Bresser, за счет чего сильно теряется детализация и меркнут многие прочие преимущества прибора. Во-вторых, несмотря на указанную производителем оптическую кратность, равную 13, мы видим, что немецкий бинокль при заявленном увеличении всего в 3,6 крата дает даже лучший результат. По всей видимости, это связано с ошибкой в обозначениях первой модели. 13 крат, скорее всего, уже учитывает возможности цифрового зума, и фактическое базовое увеличение прибора HALA составляет, соответственно, 3,25 крата. Цифровое же увеличение в первом случае приводит к критичной пикселизации картинки. Изображение такого качества сложно использовать для решения каких-либо задач, в то время как зумирование на втором инструменте дает более мягкий и, что самое важное, неплохо читаемый результат. В данном раунде, безусловно, выигрывает прибор Bresser DigiSpy. Перейдем к следующему этапу – тестированию в темноте. Так выглядит изображение, захватываемое биноклем Levenhuk HALA. Расстояние до объекта – до 20-25 метров. Нужно отметить, что, несмотря на присутствие шумов в картинке, она достаточно четкая и детализированная. ИК-осветитель, работая даже на минимальной мощности, отлично подсвечивает объект, а режимы со второго и выше даже избыточны. На дистанции около 35-40 метров наиболее действенны ступени с первой по третью. При отключении же осветителя, как вы можете убедиться, прибор фиксирует практически полную темноту. Наиболее показательным будет демонстрация работы прибора на расстоянии около 100 метров. Выхватить объект из темноты при наблюдении невооруженным глазом на такой удаленности, даже с использованием обычного фонарика, крайне проблематично. Посмотрим, как в таких условиях проявит себя бинокль HALA. Несколько первых, наименее слабых режимов инфракрасного осветителя справляются с задачей слабо. Однако, начиная с четвертой ступени, объект читается уже довольно детально. В целом, инструмент достойно показывает себя даже с учетом начавшегося снегопада, хотя разрешения матрицы, конечно, несколько не хватает. Модель от бренда Bresser за счет более современного чувствительного элемента, выдающего разрешение Full HD, захватывает лучшее по качеству изображение с практически полностью отсутствующими шумами. В отличие от конкурента, осветитель которого оснащен семью ступенями мощности, бинокль немецкого бренда предлагает всего четыре режима работы, но даже первый из них уже подсвечивает объект на достаточном для распознавания на расстоянии до 100 метров уровне. При манипуляции с механизмом фокусировки излучателя можно добиться еще более впечатляющего результата. Такой интенсивности с лихвой хватит даже для изучения целей на дистанции в 2 или 3 раза больше, чем продемонстрированное в нашем тесте. При сравнении полученных результатов становится очевидным преимущество прибора ночного видения Bresser GGSpy Full HD. Получаемая им картинка выигрывает в детализации, яркости и контрастности, а формата Full HD вполне хватает для многих задач. В том числе, такое видео с результатами наблюдений, например, не стыдно будет залить на YouTube. Бинокль же Levenhuk, хоть и стал сегодня аутсайдером, тем не менее, также достойно справляется со своими функциями. Напоследок, хотелось бы сказать о реальной видимости для зрения работы инфракрасного осветителя. В модели Levenhuk HALO, согласно техническим характеристикам, он работает на длине волны, как мы упоминали ранее, 840 нанометров. Такое излучение не должно фиксироваться человеческим глазом. Однако на расстоянии порядка 50 метров от прибора, в зависимости от выбранной мощности подсветки, осветитель все же виден в пределах от слабой до относительно яркой красной точки. Излучатель моделей Bresser, рабочая длина волны в котором более отдалена от предела восприятия зрения и составляет 950 нанометров, также можно зафиксировать в темноте, но лишь под определенным углом и в намного более тусклом виде. Итак, друзья, по результатам сегодняшнего сравнения и тестирования, мы, пожалуй, отдадим предпочтение прибору от немецкого бренда Bresser, а именно модели DigiSpy Pro Full HD, так как несмотря на все, казалось бы, технические преимущества конкурента в лице Levenhuk Halo 13X Wi-Fi, в том числе наличие модуля Wi-Fi, а также более низкую стоимость, бинокль Bresser просто-напросто лучше справляется со своими задачами и делает это под стать современным требованиям. Отличное качество записываемого изображения, прекрасный ИК-излучатель с функцией фокусировки светового потока, который прекрасно освещает предметы даже в полной темноте, ну а также более качественное цифровое зуммирование, которое действительно можно использовать и результаты которого вполне пригодны для использования в работе. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео или вам есть что добавить к теме сегодняшнего ролика, все это оставляйте в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!